Поклонники настолько привыкают к именам и фамилиям звезд, что даже не могут предположить, что они выдуманы. Сегодня мы расскажем вам, что скрывают российские знаменитости за своими псевдонимами, а также раскроем их реальные имена. Приятного просмотра! Вы не поверите, но Влад Сташевский вовсе не Сташевский. Реальная фамилия звезды — Твердохлебов. Такой псевдоним Сташевскому выбрал его менеджер Юрий Айзеншпиц, посчитавший настоящее имя артиста неблагозвучным для сцены. Звезда интернов тоже выбрала себе псевдоним — настоящая фамилия артистки Мясникова. Актриса выбрала фамилию деда по материнской линии, которая имеет немецкие корни — Асмос. Сексапильная Вера Брежнева по паспорту была Галушка. Продюсер Дмитрий Костюк порекомендовал ей псевдоним Брежнева, когда узнал, что певица — землячка Леонида Брежнева. Певица Елена Ваенга тоже выступает под псевдонимом. Ее настоящее имя — Елена Хрулева. Удачный псевдоним подобрала певица-мать в честь города, в котором семья артистки жила долгое время. Родной для Хрулевой ныне город Североморск до 1951 года назывался Ваенгой. Вы удивитесь, но Дима Билан тоже взял себе псевдоним. Настоящее имя певца — Виктор Билан. Но с 2008 года в его паспорте теперь стоит Дмитрий Билан. Певица Валерия вовсе не Валерия, а Алла Перфилова. Оказывается, что в детстве родители хотели назвать ее Валерией, но почему-то поменяли свое решение в самый последний момент. Так на свет появилась Алла. В детстве бабушка Анжелики Варум называла ее Ангелом. Вот так Мария Варум стала Анжеликой. Согласитесь, Анжелика подходит для сцены гораздо больше, чем Мария. А вот Маша Распутина, наоборот, посчитала, что ее настоящее имя Алла Агеева звучит гораздо хуже, чем Маша. А фамилия Распутина показалась ей очень эротичной. Так и появился громкий псевдоним. То, что Тимати — это псевдоним, ни для кого не секрет. А вот кто посоветовал ему взять именно это сценическое имя? Оказалось, что Тимур Юнусов придумал его сам. Андрей Захаренков — настоящее имя Прохора Шаляпина. Певец решил сменить себе не только имя, но и фамилию. С Федором Шаляпиным Прохор родства не имеет. Александра Корчунова. Именно так звали Анфису Чехову в детстве. Анфиса, так же, как и Дима Билан, решила сменить в паспорте свое реальное имя на псевдоним. Когда Маша Малиновская пришла на телевидение, продюсер предложил ей сменить имя на псевдоним. Реальное имя ведущей — Марина Садкова. Согласитесь, что Авраан Ибджан запомнить и выговорить гораздо сложнее, чем Авраам Руссо. Именно поэтому певец решил взять фамилию матери. Певице Жасмин взять псевдоним предложил продюсер, так как реальное имя звезды — Сара Монахимова — совершенно не звучит для сцены. Так же продюсер заявил, что Сара очень похожа на диснеевскую принцессу Жасмин. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Мы открыли вам не все настоящие имена российских звезд. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить вторую часть видео.